ОКЛЕВЕТАНЫЙ МИНИСТР Был вовсе без средств, затруднение большом, заплаты на платье его там и тут, от горя душа истлевала, как труд, великим царем управляла земля, где он очутился, сойдя с корабля, заботясь о доброй молве. Этот шах имел попечение о всех бедняках, скитальца, приветели, в баню свели, дорогой он был утомлен и в пыли, и вот пред царем очутился бедняк и, руки скрестив, уважение знак, направив смиренно к престолу стопы, то мудрость ступает на счастье тропы. — Откуда пришел ты? — спросил Падишах. — Зачем очутился ты в наших местах? О, мудрый! Что видел? Поведай ты мне, дурного и доброго в нашей стране. Скиталец ответил ему. — Падишах! Создатель тебе да поможет в делах. В твоем государстве не видел нигде я сердца, попавшего в лапы к беде. Не признак ли мудрости царской, когда в стране не отыщешь насилия следа? Не видел я пьянством скруженных голов, но много разрушенных зрел кабаков. Так молвил наш странник, как будто бы он разбрасывал перлы. Был царь восхищен и, словно прекрасно выслушать рад, скиталецу пожаловал много наград. И перлов, и множество злата. Потом подробно его расспросил. Обо всем скиталец так мудро. О всем говорил, что стал для царя он всех более мил. И царь во внимание к свойствам таким решил его сделать визирем своим. Однако спешить в этом деле не след. Ведь будут сменяться и двор, и совет. Сначала его испытаю, а там, по мере заслуг, возведу по чинам. Кто? Опыт, отринув, делами вершит, в грядущем немало увидит обид. Когда приговор был обдуман и здрав, судье правоведов не стыдно. Он прав. Заранее думай, спустившу стрелу, не сможешь потом воспрепятствовать злу. Ведь даже Иосиф при славе своей не сразу высоких достиг степеней. Немалое время потребно, чтоб в суть души человека ты мог заглянуть. Так думал властитель. И вот, испытав, одобрил он ум незнакомца и нрав. Нашел, что он честен и ясен умом. И, чтя в нем величие умственных сил, над главным министром его посадил. И новый вельможа, приняв сей почет, сумел успокоить правлением народ. Страну подчинил он указом своим. Ни в ком недовольства, не вызвавшись им. Напрасно б хотел зложелатель смутьян найти в всем визире единый изъян. Пускай муравьи, напрягаясь, грызут. Вообще никогда не прокусят сосуд. Имел при себе властелин двух рабов. Двух солнцеподобных прелестных юнцов. Подобных двум гуриям или пери. Их двое, и главных светил ведь не три. Так схожи, что будто лицо здесь одно. Другое же в зеркале отражено. На эти прелестные два существа имели влияние скитальца слова. Когда ж они цену узнали уму и нраву его? Привязались к нему. Тогда возымел к ним наклонность и он. Но чувств был всей склонности грязный уклон. Спокойствие в душу себе проливал. Он, глядя на чистый и нежный овал. Коль хочешь, чтоб сан твой остался высок. Земным обольщением останься далек. Невинную, чистую чувствуя страсть. Все ж бойся, сановник или мудрый, упасть. Проведал об этом смещенный министр. К царю побежал он. Злораден и быстр. Мудрый, вот этот, не знаю, ну, как его там, Почтение не ведает к нашим местам. Бродяги всегда безостенчивы. Их, ну, можно ли когда променять на своих? Сей плотоугодник к измене клонясь Имеет с рабами преступную связь. Уже ли возможно, чтоб этот наглец Распутством грязнил падишаха дворец? Раскрыть непотребство священная цель. Я царскую милость забуду уже? С одним подозрением являться не след. Но разве у нас доказательства нет? Один из придворных увидел, как он В объятиях сжимает юнца распален. Я правду сказал. А теперь падишах. Пускай сам уверится в этих словах. Так он, да не видит он светлого дня. Царю говорил. Чужесть земца, черня. Малейшей причиной искусный злодей. Пожар разжигает в сердцах у людей. Достаточно искры. Огонь запылал. И старое древо мгновенно пожирал. В ужасную ярость властитель пришел. И гневом вскипел через край, как котел. Казнить чужеземца сначала решил. Однако, подумав, умерил он пыл. Жестоко любимцев был их убивать. Вслед ласки гонения вдруг воздвигать. Тому, кто обласкан тобою мечом, Зачем угрожаешь? Не будь палачом. Уже ли ласкал, возвышал для того, Чтоб смерти предать беззаконно его? Его ты не сразу к себе приближал. Его предварительно ты испытал. И ныне, пока не проверишь, Ни след считать справедливым Враждебный навет. Так вспомнил властитель слова мудрецов И тайну свою облачил он в покров. Ах, сердце темнится для тайны людей. Раз выпустил, вновь не наложишь цепей. Стал царь наблюдать за визирем своим. И вот что однажды заметил за ним. Взглянул на раба. Чужеземный мудрец В ответ усмехнулся легонько юнец. Ведь двое, Коль вместе сердца их стучат, Беседу ведут. Пусть уста их молчат. У любящих взор, Как водянкой больной, Его не насытишь. И тигра водой. Царя подозрения окрепли, И он визиря к себе подозвал. Разъярен. Однако свой гнев, Поборов и к тому ж, Всю мудрость призвав. Начал тихо. О, муж! Тебя я разумным всегда почитал. Я тайны правления тебе доверял. В тебе признавал я Возвышенный нрав. Не знал я, Что низок твой нрав и лукав. Увы, я ошибся, И должность сия. Тебе не подходит Вина не твоя. Врага я взлелеял И дал вместе с тем Возможность ему Осквернить мой гарем. Услышав такое суждение царя, Мудрец отвечая ему, Смело смотря, Не знаю вины за собой, Падишах. Коль нету вины, Мне неведом и страх. Не знаю, Какое на меня был навет, И в помыслах я не лукавил. О, нет! На это ответ у царя был таков. На очную ставку Противник готов. Мой бывший визирь Обвиняет, А ты? Давай подтверждение Своей правоты. Мудрец усмехнулся И палец к кустам. Прижал. Ах! Его не дивлюсь я словам. Завистник, Ужель, Не желает мне зла С тех пор, Как его пошатнулись дела. В тот час, Как я был Возвеличен над ним. Его стал считать я Злодеем моим. Ведь если кого Упредим мы на шаг, У нас за спиною Становится враг. Причину падения В почете моем Он видит И будет всегда Мне врагом. Коль выслушать Хочет меня властелин, Здесь очень уместен Рассказчик один. Не помню, В какой-то я книге читая, Что некто во сне Сатану увидал. Как ангел прекрасен, Как кедр он велик, Как солнце лучами Сиял его лик. Сказал человек, О! Ужель это ты? У ангелов нет ведь Такой красоты, Как месяц красив ты. Зачем же тогда, Являясь в мир Безобразным всегда? Тебя представляют Внушающим страх. И в банях народных, И в царских дворцах. Молюет тебя Безобразным, кривым, С лицом почерневшим, Противным и злым. Низвергнутый дух, Услыхав сей вопрос, С рыданием и стоном В ответ произнес, Счастливец, ты прав, Я совсем не таков. Но кисть ведь, О горе, В руках у врагов, Из рая и зверких, И вот на меня Взирают с тех пор, Ненавидя, Казня. Вот так же и я. Неизменен мой нрав, Но враг мой клевещет, Бесчестно, Лукав. Коль место министрова Занял ты, Вспять, Как можно скорее, Ты должен бежать. Но гнев твой, О царь, Не страшусь я навлечь, Я прав и веду Свой бесстрашную речь, Боится надсмотрщика, Жулик и лжец, Чиегирин неверный, Мошенник-купец. В делах и речах Я был честен, Ей-ей. Боюсь ли противника Лживых речей, Ответом таким Падишах Был смущен, Рукою взмахнул Негодующий он. Что нужно, Лукав ты ловок В речах, Но этим ли мнишь Оправдаться в грехах? Врага твоего, Не доверив речам, Я в тех обвинениях Уверился сам, Со свитой вошел я И видел, Как ты Двух юных рабов Созерцаешь черты. Мудрец улыбнулся И мудро сказал, То правда, Зачем бы я Правду скрывал? Держава твоя Да пребудет сильна, Но есть в этом деле Одна сторона. О, царь, Бедняжка, Не суди сгоряча, Коль жадно глядит, Он на двор богача, Беспечно, Игриво, Резвился я в старь. Но гладость моя Не вернется, О, царь, Как нищий, Гляжу я теперь На юнцов, Богатых всей прелестью Юных годов. Я в юности Щеки, как розы, Имел, Я точно хрусталь. Был блестящ, Белотел, Так нежен, Что тяжкие одежды Не в мочь. Мне были, А волосы были, Как ночь. Для мощных, Великих и мудрых царей Неведомы гневные Вспышки людей Отнюдь Не достоин Гневливый гордец Носить на голове Властелина, Венец. И стойкости меньше Потребно в боях, Чем в том, Чтоб сдержаться Сумел ты в сердцах. Разумный властитель Всегда терпелив, И гнева умеет Сдержать он прилив, Ведь гнев Точно войско Свирепой ордой Сметает и веру, И правду Долой. И ангелам всех Добродетелей Ведь Того злого демона Не одолеть, Коль в воду закон Запрещает, Не пей, Фитвою потребуют Крови, Пролей, Ведь так, Посему, Коль прикажет Фитва, Преступная пусть Упадет голова, Но если преступник Оставил семью И злее на нее Благосклонность Свою, Пусть кару Претерпит Злокозненный Муж, Страдание Жены и Младенца К чему ж? Пусть Войском богат Властитель И смел, Но все ж Не вторгайся Во вражий Предел, Ведь в крепость Враждебный Властитель Уйдет, Беда На невинных И бедных Падет, Сидящих В тюрьме Да не минит Твой глаз, Бывает Меж Нами Невинный Подчас, Случится Ль торговцу Стране Умереть, Имением Его Не стремись Завладеть, Сберется Семейство Над мертвым Отцом Поплачут И знаешь, Что скажут Потом, Скончался Бедняга В пределе Чужом, Насильник же Царь, Овладел Всем добром, Страшись По дешах, Обездоленных Ты, Стинания Сирот Заставляли Упасть, Нередко Царей Долголетнюю Власть, Владыки, Чья слава Во веки Веков Не льстились Отнюдь На добро Бедняков, Будь ты хоть Всемирным Владыкой, Но лишь Ограбишь Торговца, Ты Жалкий Дервиш, Ведь Муж Благородный Скорее Умрет, Чем Отнятым Хлебом Наполнит Живот.